Анатолий Захарович, в преддверии съезда, очередного съезда кочевых родовых общин Республики Саха и Куткия, какие мысли вас посещают? Осталось буквально, скажем, календарный месяц до проведения этого мероприятия. У нас с решением правления нашего союза 6 февраля принято решение о проведении 24, 5, 6 марта съезда общин Республики, общин КМНС. В преддверии нашего съезда у нас община создана с 91-го года. У нас закон работает уже 30 лет. Поэтому говорить о том, что мы выжили в 90-е годы и на сегодняшний день община выжила и развивается. Самое главное, что они востребованы. Они востребованы не просто как хозяйствующие субъекты, возможно, это даже больше, но они востребованы как для самовыражения представителей коренных малатистых народов. Венов, Венков, Югогиров, Чухотев, Долган. В этом случае. А так как они хозяйствующие субъекты, они все работают. Практически все работают. Есть община, которая занимается не только оленеводством. Многие считают, что надо заниматься только оленеводством. Нет. Некоторые занимаются культурой, языками, другими видами, дикоросами и так далее. Не все занимаются оленеводством. Я согласен. Ну, свой вклад они тоже вносят. Вносят в плане того, что люди работают. Есть рабочие места. Это в основном в поселениях. Ага. У нас в северных районах зарегистрировано где-то 74, по-моему, общины. А в целом у нас по республике около 206 общин. Вот. Поэтому они создают свои рабочие места и аккумулируют людей. Люди работают, самовыражаются. Поэтому очень хорошее дело. Анатолий Сахарович, вы сами создавали общину, работали с ними, являетесь главой общины родовой, кочевой, соседской. Вот что в названии добавляет там «Эвенского народа», «Соседская община»? Что-то это меняет в значении общины? Ну да. У нас же, согласно закону, есть родовые общины. Это род целый, наш род. Есть семейные, семья. А есть территориальные, соседские. Вот наш род, ваш род, их род. Объединились, можем создать большую общину. Вот, к примеру, у нас есть, у нас в основном родовые общины, есть семейные общины. Но у нас вот, например, в Жиганске одна община, она аккумулирует около членов общины около 400 человек. 400 человек в одной общине. Почему так получилось? Потому что людям надо рыбачить, да? Людям надо добывать себе на пропитание. Не только себе, семье. Поэтому, так как у нас законодательство не разрешает, приходится таким образом объединяться целые поселения, вот в одну общину объединить. Вот, к примеру, такое есть. То есть из 13 разрешенных видов деятельности можно выбрать любой? Любой. Можно все выбрать. Это не обязательно. У нас, согласно распоряжению 816, у нас 13 видов, да, для общин, которые, видами, которыми должны они работать. Можно не обязательно там один взять, можно все взять, не возбраняется. Кроме этого, мы же все являемся социально ориентированными, мы же не коммерческие организации. Поэтому, согласно закону Республики Саха-Якутия, о социально ориентированных некоммерческих организациях, мы можем заниматься и другими теми видами, например, там, для детей, для старшего поколения и так далее. Там очень много поля деятельности в данном случае. Насколько закон о кочевой и родовой общине, которому уже больше 20 лет, так получается? 30 лет. Насколько он сегодня морально совпадает? Насколько он актуален? Рабочий закон, хороший закон, своевременный закон, который был принят. И я вот рад тому, что в свое время, в начале 90-х, когда движение пошло, в конце 80-х, начало 90-х, и люди создавали, они, как сказать, почувствовали свободу, чтобы самовыразиться, чтобы свою самобытность показать. Исходя из этого, вот такое движение-то и пошло, которое, я еще раз повторюсь, оно не останавливается, оно развивается. Мы все время говорим о землях, да, о землях, о территориях, об охотничьих угодьях, об оленях, пастбищах, на территории, на земле, где мы бы могли нормально жить, и закон бы нас охранял, сохранял. На сегодняшний день, вот, у нас есть еще один хороший закон о гарантиях прав коренных мальчиков на родине Севера, в котором сказано, что мы безвозмездно должны владеть землями и так далее и тому подобное. Ну, не работает все это. Вот, вот это бы сторону, как бы, рассмотреть, для того, чтобы люди могли полноправно чувствовать себя хозяевами на своей территории. Кто, кто остался на плаву с тех родовых общин, которые были первыми, первопроходцами? Вот, к сожалению, из тех, кто первые создавались, когда начали по линии Министерства сельского хозяйства стали выдавать субсидии на оленеводство, очень многих перевели в кооперативы. И у нас очень много наших общин, которые создавались как общины коренных мальчиков на родине Севера, они переквалифицировались, перешли под эгиду сельскооперативов, но название только оставили, там, община такая-то, такая-то, такая-то. Очень многих перевели из этого, при этом они, как кооперативы, это уже другой федеральный закон о кооперативах, сельскохозяйственных кооперативах, другой статус, это коммерция конкретно, и они перешли под эгиду Министерства сельского хозяйства. Те же, кто остался, как действительно община представительных коренных мальчиков, их мало. Поэтому у нас сейчас как бы раздвоение идет. Те общины, которые вышли под Министерство сельхоз, они отдельно, то, что сейчас регистрируется община, это под юрисдикцией Министерства юстиции. Да, у нас, в основном у нас кооперативы сохранились в южной части Якутии, да. У нас несколько общин, которые зарегистрированы были в западной части, они тоже под другими законами регистрировались, но названия все сохранялись как общины. Разное было направление, но в любом случае очень мало. Я вот конкретно сейчас могу сказать, что Нерингринский, Алданский район сохранились за собой, и некоторые части вот по республике в других районах. А в целом практически очень много. Чтобы получать субсидии, они перешли в кооперативы под эгиду Министерства сельского хозяйства. Они посчитали, что это им выгоднее. Да, им выгоднее, но чтобы получать субсидии. Ну, не надо забывать, что родовная община на сегодня является хранителями языка, культуры, традиционных знаний, да. И поэтому, насколько вот поддержка в этом плане для социально ориентированных некоммерческих организаций в виде родовых общин предусматривается? Ну, у нас на сегодняшний день еще с тех времен, как повелось, департамент был, коммунистерства были, и на сегодняшний день в Арктике. Это основной наш дом, куда мы все ходим, дом севера, все общины, представители, коммунистерства, куда мы все ходим, наш дом. Да, у нас министерство, основной помощник, это министерство Арктики. Но на сегодняшний день мы, кто занимается оленеводством, получают субсидии с министерства сельского хозяйства. Вот, и, скажем так, очень много грантов стало. Некоторые общины у нас выигрывают президентские гранты, да, республиканские гранты выигрывают. Поэтому для, вот, именно по линии сохранения традиционных знаний, языка, культуры, вот, в этой области много грантов. Надо, наверное, находить еще какие-то дополнительные, кроме грантовой поддержки, моменты для поддержания именно родовых общин. Люди-то, вот, для этого-то и работают. Весь вопрос, я вот все время говорю о том, что... Это же бизнес-сервант. Не все бизнесмены же. У кого-то, кто-то взял, продал за 400 рублей килограмм мяса, кто-то и за 200 продать не может. Это бизнес. Поэтому не все, не всем везет в данном случае, да, кто-то хорошо продает, кто-то, вот, как на дрожжах растет. А кто-то теряет и теряет своих оленей, не может никак собрать, продать, достигнуть какого-то уровня, устояться на нем и так далее. Это бизнес. Тут уже никуда не денешься. Это зависит от деловой хватки своего оленевода, члена общины. Да, не оленевода, а руководителя, кто руководит этим предприятием. И поэтому я все время говорю о том, что надо людей учить. Да, учиться надо всем. И еще второе мнение у меня такое. Не все хорошие люди – это бизнесмены. Я считаю себя неплохим человеком, но я не бизнесмен. Я не могу продать. Вот брат у меня нормально может, крутит, верит, продает. С тех времен еще. А у меня, я и в свободном плавании был, и пышником был, торговал, продавал, возил. Не получается. Не то, не дано. Поэтому, наверное, и есть такое явление, как кооперация. Наши многие от кооперации отходят, об этом даже слушать не хотят. При этом сами, они и сами не развиваются, не поднимаются, ничего не предпринимают. А вот кооперация, где если выбрать нормального руководителя, продавать свою продукцию на уровне района, республики и за пределами, дорогие боги, а почему у нас не повышает? Но Россия некоммерческая организация, она же не имеет права. Почему? Это же наша продукция. Она имеет права? Конечно, свою продукцию. Это, конечно, имеет права. Мясо, рыбу и так далее. Продукции своего. Да, все, что шьет, строгает, вырезает, все можно продавать. И нужно продавать. Пожалуйста, ради бога. Еще раз повторюсь. Просто, да, мы можем оленей там вырасти, сохранить и так далее. Но их надо продавать. Мясо, продукции надо делать и продавать. Вот мы ездили в Швецию, с одного оленя там около 400 тысяч продукции делают. Продукции делают с одного оленя. Шкуру, камуса, колбаса и так далее. Все делают. Сушат, вялят. А мы только мясом продаем. Вот, а кооперация, вот у них кооперация, вот оно-то дает такой эффект. А мы привыкли к тому, что вот олени есть, субсидии дали, на этом живем и говорим, что денег нету, большинство. Есть же общины, которые продают и работают. Это бизнес в любом случае. Пусть даже он не коммерческий организатор, но тут же должен что-то производить для себя. Учить надо наших людей. Я постоянно говорю об этом, что надо учить с Якутской ездить. В свое время были же красные чумы и так далее. Вот такие надо создавать, проводить семинары и так далее. Управление сельского хозяйства в районах, в УЛУСах, они должны этим заниматься. Это по линии Министерства сельского хозяйства работа должна идти. Я думаю, наверное, занимаются, да. Анатолий Захарович, с предыдущего съезда прошло уже 4 года. Из резолюции предыдущего съезда, что притворено в жизнь? За это время, из последних, у нас в прошлом году возмещение оплаты за охот соглашение. Это первое. Второе, это предприятиям КМНС не выплачивать по охот соглашению. Вот это наша работа правительства и латумена нашей республики. Мы добились, ставили перед правительством Российской Федерации и сейчас отказали. Вот одно. Самое главное из всех тех задач, которые были поставлены, который этот вопрос решается сейчас на уровне правительства Российской Федерации, это принятие закона об оленеводстве. Самое основное – это закон об оленеводстве. Он принят. Если будет принят этот закон, у нас будет субсидия не только на уровне республиканства, но и на федеральном уровне. За этот закон бились уже давно, но на сегодняшний день все это дело сдвинулось. Благодаря президенту ассоциации КМНС, Литкову, сенатору, дело движется и создана рабочая группа. Я думаю, примется этот закон, он очень важен не только для общин, но и в целом для всех представителей тех народов, которые занимаются оленеводством. Вот самые два основные. Ну, еще и третий – это у нас по рыболовству. По рыболовству у нас, слава богу, у нас в республике таких ажиотажных нет. То распределение рыболовных участков, промысловых рыболовных участков, как, например, в Приморье и так далее, по Дальнему Востоку, где ловят, добывают красную рыбу, принимаются хорошие меры. Я, например, у нас проблем нет, и мы как-то нормально к этому относимся, но на сегодняшний день принимаются такие меры, что вот те ребята, которые в Приморье, в Хабаровске, наши общинники, они и говорят, что, дай бог, если так пойдет, может что-то и изменится к лучшему. Ну, мы все живем в надежде, что изменится к лучшему. В любом случае, на сегодняшний день, я вот занимаюсь общественными делами общин, с 6-7 года, вот при мне очень многое изменилось. Очень многое изменилось. Благодаря нашим депутатам, в основном Елене Голомаревой, большое спасибо, вот ее деятельности, депутатскому корпусу, людей, которых она привлекает, ну и нашим министерствам, роддомам, домам. Как вы думаете, какие актуальные моменты жизни родовых, кочевых общин, какие вопросы или проблемы войдут в резолюцию съезда? Мы над этим работаем на сегодняшний день, да? И я думаю, однозначно это оленеводство, в первую очередь. Это оленеводство и наши пастбища. Как бы то ни было, оленей почти же без земли, без пастбища нельзя. А у нас, чтобы зарегистрировать свои олени пастбища, требуется, во-первых, очень много денег. Потому что у нас пастбище, это проходит через департамент лесных отношений. Поэтому и за оформление очень долгая процедура, согласование с федеральными структурами, очень долго. И денежно. Таких денег у нас, у наших оленеводов нет. Поэтому мы ставим вопрос, ставили, и еще дальше будем ставить, о том, чтобы выдавали безвозмездно, без всяких арендных плат. И мы боимся того, что на сегодняшний день, если мы берем олени пастбища в аренду, то бишь лесной участок в аренду, то мы должны содержать его, этот лесной участок. То есть, исходя из прошедших пожаров. У кого в аренде находится лес, тот и отвечает. Естественно, у оленеводов не 10 га, не тысячу га, а сотнями тысяч га, которые отводятся под олени пастбищи. Как их содержать в той же общине? Даже и мупы будут, гупы будут. Содержать, охранять от пожаров такие территории, наши территории. Тут все правительство, вся республика бегала, без кёля загорел. Жалко людей. Даже вот так вот. А что говорить-то о оленеводах? Вот это тоже надо как бы рассматривать в данный момент. Основной вопрос вот это вот. Чтобы мы не оказались где-то в воздухе. А мы все сейчас оленеводы находимся в воздухе. У нас создана территория традиционного природопользования, но оленеводовщик нет. Не закреплены, не закреплены. Да, у нас есть маршруты и так далее, и тому подобное. Но опять же повторюсь, оленеводовщик нет. Нет их. Вот охотничьи угодья есть, у нас соглашения есть и так далее на территории. Уже обозначено, все есть. Оленеводовщик нет. Термин такого даже нет? Как забыть? Ну, как бы, оленеводовщик в реестре, как говорят, у земельщиков есть реестр терминов. Даже там нет. Вот. Поэтому мы должны, основной вопрос вот оленеводовщик, и пастбище. Это основной вопрос, я так считаю. Остальное, конечно, это время требует. Тот же вопрос про кочевые семьи. У нас поднялся, у нас закон есть, но опять он остановился. Тот же закон по субсидированию, строительству жилья для молодых оленеводов. Тоже пробуксовывает. В плане того, что почему только так, а не так. Почему одиноким нельзя, только нужно быть. Ну, вопрос есть, конечно. Конечно, мы все хотим, чтобы у всех были свои дома. Для людей, которые живут, это же не секрет у нас. В селах остались те, кто остались. Остались все, разъехались, уехали, да. Даже хотя бы, чтобы поддержать их, надо такие программы запускать. Это однозначно. Для поддержки кочевых семей, для поддержки молодых, не только семей, для молодых людей. Почему бы нет-то? Мы поддерживаем же учителей, врачей и так далее. Почему не поддерживаем в сельской местности на северах именно оленеводов? У кочевых людей. Вот это основное. Обратиться в эту сторону. Я думаю, в резолюции это пройдет красной нитью. Я приглашаю всех на съезд, своих оленеводов, общинников, представителей КМНС. Ждем на съезде. И я надеюсь, что люди, делегаты, которые приедут к нам, привезут какие-то более дельные, хорошие, объемные предложения, которые надо продвигать, которые надо отстаивать. Не только на нашем уровне, но и на федеральном, и на других уровнях. До встречи, на съезде. Спасибо, Антон Сахарович.